Итак, в данном видео мы рассмотрим оставшиеся методы из нашей документации. Эти методы связаны с пользователями. Есть метод getMe, getUser. Сейчас мы поподробнее рассмотрим метод getMe. Этот метод нам нужен для получения информации о собственном зарегистрированном пользователе или боте, как указано в документации. Он не принимает никакие параметры в себя. Давайте посмотрим на практике, как он работает. Вызов, в принципе, аналогичен, как остальные. Через весь app создаем переменную me, вписываем туда метод и выводим ее в наш терминал. Итак, в итоге мы получаем описание нашего аккаунта. Тут есть ID, прочая информация, никнейм. Также, если в настройках Telegram вы указали разрешение на то, чтобы показывалось, когда вы последний раз были в сети, здесь у нас покажется эта информация. Если вы не скрывали свой номер, он также здесь будет показан. Далее, команда getUsers. Мы можем обратиться к любому пользователю нашего чата или бота, если у него есть вагин. Мы можем обратиться к нему, используя всего одну строку кода. В итоге мы получим точно такой же словарь, как мы получали в прошлом коде, с информацией о его аккаунте. Но также мы получим только те данные, которые он открыл в общем доступе в своем Telegram-канале. Также есть такой метод, как getChatFotos. С помощью него мы сможем получить фотографии чата или профиля пользователя. Этот метод также выполняется по личным данным пользователей и работает всего лишь в одну строку. В устаревшей версии параграмма этот метод назывался getProfileFoto. Также есть такой метод, как deleteProfileFotos. Думаю, по названию вы догадались, что он не работает с какими-то ботами или чатами. Можно удалять свои собственные фотографии только пользователей. Демонстрировать я не буду вам это, так как тут достаточно все просто. Сразу в переменную вписываем получение фотографии. В следующей строке удаляем ее. Метод работает всего в две строки. Также есть такой метод, как updateProfile. Он позволяет обновлять данные профиля, такие как firstName – это новое имя, lastName – новая фамилия, и bio – это описание пользователя. С помощью вот такого блока кода и метода updateProfile в lastName укажем пустую строку, тем самым удалим нашу фамилию профиля. Как мы видим, перейдя в нашу группу, действительно, у пользователя удалилась фамилия. Также у нас есть методы с пригласительными ссылками. Можно их получать, подробную информацию о них, также редактировать их и удалять. Также есть методы с паролями. Мы можем включать функцию безопасной двухэтапной проверки. Можем изменять пароль для двухэтапной проверки, удалять его и работать с этой системой в принципе. Для того, чтобы изменить пароль, нам нужен наш текущий пароль, новый пароль и новая подсказка по паролю. Все меняется в две строки. Большинство из этих методов нам, в принципе, не понадобятся для работы, но я показал их вам для общего базового понимания работы с пользователями, также паролями и фотографиями чатов. Также, чтобы лучше усвоить эти методы, я рекомендую вам дома самостоятельно попытаться проработать их на своих аккаунтах и понять структуру их работы. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если хотите больше видео с методами и фреймворком Paragram. Субтитры сделал DimaTorzok